Здравствуйте, мои дорогие друзья, и не только. На связи снова Грязный Дварф. Как известно, последние несколько лет я усиленно занимаюсь тем, что не выпускаю ничего под Warf Fortress, которая, собственно, в свое время дала мне свою такую небольшую, но очень живую и заинтересованную аудиторию. И многих, конечно, возмущает тот факт, что теперь я так мало внимания уделяю своим корням. И поэтому мы как раз сегодня о них побеседуем. В том плане, что, мол, как же так вышло, что одна из наиболее интересных когда-либо написанных и определенно одна из моих любимых игр, которая, в принципе, наверное, сильно в свое время повлияла на формирование у меня вкуса в видеоиграх, в кино, даже в литературе частично, и в чуть меньшей степени, конечно, даже на формирование мировоззрения, наверное, но это так, я в полушутку сказал, если что, вдруг берет и начисто выпадает из списка моих интересов. Ну ладно, я слегонца вас ввожу в заблуждение, потому что из списка интересов Дворфортресс у меня все-таки не выпало. Но некоторые причины на нее подзабить у меня все-таки есть. И это не только недостаток времени. Если вы знаете, ну, я думаю, что вы знаете, я забросил Дворфортресс примерно в то же время, в которое я прекратил делать гайд. Порядка трех лет назад, наверное. И, собственно, этот трехлетний цикл прервали события этого лета. Лето выдалось на самом деле не слишком. Там куча абсолютнейших неинтересных и крайне неприятных дел, всратая работа, невозможность нормально тусить с пацанами в падике, как говорится, все вот это вот. Но, благо, во время одной из таких туз мне что-то вдруг очень захотелось погонять в волосатых и бородатых. Там просто один приятель мне напомнил про нее и такой, чувак, чувак, это то, что тебе так больше всего подходит. Ты обязательно должен играть в Дворфов и рассказывать всем про Дворфов. Но я решил, что да, блин, точно, надо попробовать снова. И, собственно, утром, следующим, я, значится, проснувшись и выбравшись, выбравшись из-под одеяла из пустых бутылок, скачал последнюю версию, которая, кстати, в числе не сильно изменилась за последние три года. Ну, как Тауди любит, слегонца. Но я быстренько еще пробежал глазами патчноуты, и мне показалось, что произошло много всего внутри этой игры. Ну вот, значит, скачал, распаковал, запустил, вспомнил немножко, че, куда, там, перечитал пару гайдов на Вики. Кстати, если кому-то реально сейчас надо научиться играть, я рекомендую вам ориентироваться именно на Вики. Там гораздо информативнее и компактнее, чем у меня было. И плюс ко всему, там, конечно, значительно меньше ошибок. Блин, кошмар, на самом деле. Мне и сейчас иногда надо гайды подглядывать, да, и уточнять определенные вопросы. А че за говно у меня в голове было тогда, и как я учил вас, это вообще вселенский, сука, вопрос. Ну ладно, теперь уже с другим говном у меня в голове поговорим тоже немножко о другом. Ну и вот, значит, вернувшись из... вернувшись в игру, я просто в ней, короче, утонул. Просто с головой насмерть совсем. Невероятно глубокое погружение. Вот. Настолько утонул, что абсолютно все свободное время я, очевидно, играл. И плюс ко всему я еще выводил, значит, себе идеальные миры в утилите. Я забыл, как она называется. Че-то типа Perfect World. Ты можешь там сам отрисовать себе мир. Я просто хотел себе одну из крепостей в строго определенной местности и не мог полагаться на рандом. Или на, скажем так, усложненный генератор из оригинала. Так что... уже рисовал миры сам, в общем. Вот. А в несвободное время я держал в голове кучу вопросов, которые мне предстоит решить внутри игры. То есть, на работе я сидел там на листке, планировочки рисовал. Плюс еще думал, а че делать мне с самкой пещерного крокодила, которая сломалась и перестала нести яйца как следует. Ну и так далее. Вот. Плюс еще долго ломал голову, как, например, избавиться от спама бесполезными сообщениями, которые в силу того, что я использую SoundSense, еще и постоянно долбили мне по ушам не самым приятным звуком. И закончилось это тем, что звук в SoundSense я вырезал. Ну, именно звук некоторых оповещений в духе, что вот, охотник перестал бухать, потому что он охотится. Вот. Все мы знаем, что этих оповещений в игре очень много, они спамятся достаточно часто и изрядно раздражают. Да, эти оповещения в том числе повлияли на мой уход из игры, но это так, по мелочи на самом деле. Ну и вот, с выключением звука оповещений был даже один забавный казус. И я, кроме звука просто оповещений, также отключил звуки для драки, поскольку у меня часто спарринговались бойцы, и, соответственно, постоянно слышать кто-то дерется, мне тоже не хотелось. Но я слегонца попутал и вместе со звуком драки отключил в том числе звук настоящего боя. И тем самым я упустил колоссальнейшую, но до слез забавную трагедию. Суть в том, что я в своей крепости, значит, открыл ООО-барчик для всех гостей снаружи и гостей изнутри. И такой, знаете, был замечательный мотель-бар, туда постоянно приходили всякие чуваки с поверхности. Некоторые из них даже оставались и вполне себе неплохо жили в моей крепости. А дальше по коридору там мудрые, пришлые и локальные ученые писали свитки с интригующими названиями, да. И был даже целый отряд наемников с поверхности, что тоже круто. Ну вот, теперь, собственно, сама история, которая начинается практически как анекдот. Заходит как-то двор в бар. А там куча народа уже музыкой играет, не знаю, кто-то танцует. И, значит, дворф этот, он же что у нас? Он любит бухать и свою шахту. Ну, еще волосатую шахту своей жены или мужа. С тех пор, как Тауди ввел сексуальную ориентацию, стало чуть сложнее ориентироваться, кто с кем в каких отношениях. Но это тоже не суть. Ну вот, ну и, конечно, он еще иногда любит социализироваться в таверне. И заходит он, я полагаю, с очевидным желанием немножечко социализироваться в нашу замечательную таверну. И что бы вы думали? У него возникает конфликт с пришлым эльфом Бардом. Я не знаю, что конкретно между ними произошло. Может, он наступил ему на ногу. Может быть, нагрубил ему. Ну, что угодно могло бы стать причиной конфликта. И эльф... Да, мы все над ними смеемся. Вот они такие тупые, короче, смешные в своих дурацких деревянных игрушечных доспехах. С какими-то дурацкими деревянными палками. Лохи какие-то, да? А этот эльф оказался очень неробкого десятка, потому что он ударил гражданина моей крепости прямо в лицо. Вот прямо взял кулаком и ударил. Ну, ситуация в том, что, собственно, гражданин моей крепости тоже был неробкого десятка. И жара официально пошла. Тут же подключились нанятые мной ранее дикие гуси, которые оказались не просто дикими, а в натуре просто сука озверевшими. И начали гасить всех. Всех, кого они видели в таверне, они уже гасили. Драка достаточно быстро стала массовой, и перерасла в настоящую бойню просто. И, значит, к тому моменту, когда я обратил внимание на эти оповещения, потому что, если вы не забыли, то у меня был выключен звук на этот момент, вот, и я не знал, что что-то там происходит. Я, значит, открываю эти оповещения, и там порядка двух сторон из логов уже накапало. И в таверне царил просто полный бардак. И уже было непонятно, кто там кого гасит, за что он кого гасит, на чьей он вообще стороне, и что происходит. Закончилось всё тем, что... Внимание, пацаны, это очень важно. Для подавления беспорядков в таверне мне пришлось ввести в неё регулярную армию. В итоге мы имеем 40 трупов. 40, сука, трупов разных рас, полов, возрастов, гражданства, социального статуса и так далее. А 40 трупов по меркам двор-фортерс это очень прилично. Вот. Наверное, поэтому я и люблю эту игру очень сильно. Но одна из причин. Дополнительное неудобство доставило ещё то, что в конечном счёте не все трупы были убраны, и не все лужи крови вымыты. Это ещё одна причина, которая... Вызывает мне некоторый негатив в отношении двор-фортерс. Но смотрите, даже если у вас есть дворф, в чьи обязанности входит только уборка и ничего более, в крепости вроде как хватает мыла. Можно даже перепроверить и убедиться в том, что мыла хватает. Трупосборник у вас не переполнен, да, а с трупов на всякий случай для большей точности сняты запреты, чтобы их можно было и полутать, и в конечном счёте мало ли их потрогать, Крепость иногда всё равно не везде убирается, и уровень её засренности со временем только растёт. Не знаю как вам, а мне это более чем неприятно, поскольку... Ну просто потихоньку, да, ну сильно капает на нервы. Особое слово, кстати, хочу сказать про захламлённость складских помещений. Она тоже с каждым годом всё хуже и хуже, причём практически в геометрической прогрессии, наверное. Суть же в том, что коробки работают так, что сильно снижается эффективность всей крепости, поскольку пока дварфы эти сраные коробки перетаскивают, предметы в них как бы считаются недоступными, а иногда ещё бывает такой баг, что предметы в них просто становятся недоступными, и приходится эти коробки разгружать и удалять, чтобы достать из них что-то ценное, например. А если мы коробки вообще не используем, то нам нужно строить много огромных складов. Или складов. Или складов. Я не помню, как здесь ставится ударение, поэтому, если что, вы меня поправьте, пожалуйста. Вот. Строить много огромных складов, чтобы уместить всё произведённое и нажитое. И чем больше склад, тем, конечно же, нам хуже, потому что бородатым нужно всё дальше и дальше идти, порой за весьма тяжёлым товаром, и это опять приводит к снижению эффективности всей крепости. Конечно, мы можем построить кучу маленьких, при этом даже на разных уровнях, например, прямо над или под потребителем, там, или мастерской, но это тоже неудобно. Плюс, чтобы нормально организовать сообщения между разными хранилищами, нужно ещё и вручную проставить, какой склад, что откуда принимает, и что он куда отдаёт. В маленьких крепостях это всё, безусловно, очень красиво и удобно. В больших же мы получаем просто кучу бомжей, которые роются на свалке, и вся крепость становится одной большой свалкой. И большая часть дварфов занята именно тем, что они таскают говно с одного склада на другой. Даже если у нас много дварфов, у нас есть только носильщики, например. Всё равно, не круто и неудобно. И знаете вообще, чем вся эта система отдаёт? Микроменеджментом. А знаете что? Я ненавижу, блять, микроменеджмент. Это вообще худшее, что меня можно заставить делать в стратегии. Я просто бешусь, нахуй. И с ума скажу, когда в моей пустой башке приходится держать огромное количество сраных задач. Я, честно сказать, даже не очень люблю, когда у меня в браузере вкладки от количества начинают сжиматься, да, так на панельке. И я вообще стараюсь держать одновременно открытыми не больше трёх вкладок. Ну а если мы переносим это на двор Фортрест, то это превращается просто в ад воплоти. Не делать, конечно, всех этих приколов со складами можно, но тогда у нас колоссально падает скорость течения процессов в крепости. Что на высоком населении вообще абсолютно фатально. И именно, кстати, снижение общей скорости игры пропорционально росту крепости. Ещё более веская причина для меня оставить двор Фортрест. Наверное, стал одной из основных. Ну так вот, чисто для сравнения, давайте взглянем на футаж буквально со старта какой-то рандомной крепости. Я просто создал её, разметил и вышел. Не, ну вы посмотрите, как быстро и замечательно они бегают. Это просто чудо господне. Всё быстро делают, всё копают. Умницы! А теперь давайте вернёмся на футаж с весьма большой крепости. Ну я не знаю, ребят, просто сравните FPS. Я не вижу смысла давать какие-либо особенные комментарии по этому поводу. Не, ну это полное говно. Просто трясёт от него, я не могу. На поверхности как бы лежит идея просто выставить кап населения где-нибудь в 50 небритых. Но я убеждён в том, что настоящий геймплей экспириенс начинается минимум с 60. Плюс на малых населениях скорость работы крепости низкая просто потому, что у нас мало способных делать нужные нам работы. А амбиции у меня велики. Я хочу ещё больше, ещё круче, ещё сделать там кучу оружия, мебели, мясо, мыло, стекла, чего угодно. А они всё медлят и медлят. На большой популяции скорость падает просто потому, что не справляется машина. Но в принципе машина-то бы справилась, если бы Тоуди, конечно, сделал нормальную оптимизацию. Плюс, конечно, моё неумение работать в микроменеджменте. Да и вообще неприкрытая неприязнь к этому явлению. Я не знаю, как вам, но мне неприятно. Вот. Здесь, наверное, собственно, всё с объективными такими причинами. Ну как, условно всё, поскольку я перечислил по сути только макро причины, такие весьма обобщающие. Но при желании смогу набрать ещё с дюжин таких мелких неприятных штук разных, которые колят глаз и душу. И теперь, наверное, собственно, о причинах субъективных. Я надеюсь, крепость, которая сейчас фоном у нас тут живёт, вам более-менее нравится. Это одна из моих, вроде бы, кстати, та самая, где произошла вышеописанная бойня. Плюс тут у нас есть ещё вампир-менеджер. Менеджер, запертый навеки в своём кабинете, благодаря чему крепость практически бессмертна. Блин, а вы подумайте. Многие вампиры в игре, собственно, становятся созданиями ночи из желания бессмертия, власти, могущества. Я потом даже посмотрел жизнь этого вампира, а если быть точным вампирши. И она как раз хотела вечной жизни и большой власти. При этом уже в своё время она раньше правила в каком-то небольшом городке, и вот теперь пришла сюда ко мне в крепость. Причём достаточно быстро пробилась в знать. А потом, короче, я её спалил на том, что она сосала младенца. Ну, в смысле, из шеи. Вот, и она была поймана и заперта. Представьте себе её трагедию. Она хотела золотой трон и величие бога, а получила стул из икеи и бумажную работу до конца своих дней. Одни у неё бесконечные, кстати. Звучит, в принципе, как такая простенькая, но не самая плохая концепция для небольшого экзистенциального кошмара. И я бы точно не хотел себе такой участи. Мне это напоминает одну старую, ну, относительно старую, в целом неплохую крипипасту про временной карман. Ну вот, собственно, эта крепость, в принципе, визуально нравится даже мне. Не скажу, что прямо очень нравится, но... В целом, приятный видок, конечно, у неё есть. Должен сказать, что я рад, конечно, очень тому факту, что однажды я ушёл с концами от этих дурацких квадратных планировок, просто вырвиглазных. Хотя это же действие в итоге сыграло не совсем мне на руку, честно сказать. Конечно, да, приятный вид крепости, это круто, но он же стал, пожалуй, одним из ключевых факторов дропа лучшей игры за последнюю тысячу лет. Что лучше, чем Dark Souls, Metal Gear, GTA, Fallout, Deus Ex, чей-то там батя и даже Ведьмак. Вот это прикол ща был. Бля, у меня даже в сценарии был не прописан. Не, это забавно. Ладно. Несмотря на то, что данная... Не, ну это... Мне что-то забавно стало, извините. Несмотря на то, что данная крепость, на мой взгляд, в принципе, не очень плоха визуально, да, ну и, конечно, нет некоторой такой общности, но эстетика всё-таки немножко присутствует. Но мои стандарты, они гораздо-гораздо выше. Я видел много самых разных крепостей, просто потому что немножко за этим слежу. Вот, и некоторые из этих крепостей были просто богоподобными. Это было чистое великолепие, я не знаю, словно... Я не могу даже представить, с чем это можно сравнить. Я был в восторге от того, что я увидел. Ну, от некоторых из них. В принципе, я не то чтобы дюжи меряю себя, смотря на других, но некоторый такой идеал в плане образов визуальных у меня всё-таки есть. И сталкиваясь с невозможностью приблизиться к этому идеалу, будто такая пропасть меня и его разделяют, мне становится просто неинтересно и, опять же, неприятно. Я, например, в рисунке, конечно, не бросил подобных попыток вообще что-то делать, потому что мне в целом нравится сам процесс. Да и я особо давно уже не стремлюсь к идеалу в рисунке, но, знаете, когда дело касается крепостей в Двор Фортрес или домиков в Майнкрафте, вот тут я прямо всё это такое... всё такое опустошение от осознания того, что я не могу сделать это реально круто, оно вот прямо очень резко и сильно ощущается. Эдакое архитектурное неудовлетворение. Архитектура вообще, на мой взгляд, великолепный вид искусства. Особенно с учётом того, что я в нём абсолютно не разбираюсь и могу только судить с позиции зрителя, восхищённого зрителя зачастую. Вот, ну и при этом мне, конечно, будет дюже неприятно строить что-то не очень красивое. Даже, наверное, невеликолепное уже неприятно строить. А великолепное, как я уже сказал, я не могу сделать. Вот, такая вот, короче, дурацкая ерунда. Но я думаю, что я не один такой лох. И если тут есть ещё какие-нибудь другие лохи с похожим казусом, вы можете отозваться, если хотите. Буду знать, что я точно не один. Конечно, плюс, не забывайте про микроменеджмент и склады, поскольку если ты решил строить очень красивую крепость, тебе нужно думать не только о её внешнем виде, но и продумать, как она будет функционировать. Где ты разместишь какие склады и мастерские, как ты будешь строить внеоборону и там экстренные системы на случай серьёзной осады и так далее. Плюс ещё, ну да, всё это немножко криво в игре реализовано, и сделать экстренное помещение там с экстренными складами, и чтобы, сука, дварфы не ходили с них, не воровали еду, сложно. Ну, условно сложно. Я на самом деле плохо справляюсь с решением задач. Поверьте мне, думать сразу на столько фронтов, да ещё и в больших количествах, мне просто мучительно больно. Я не знаю, возможно, у меня органические повреждения мозга могут быть. Ну, или что-нибудь ещё, или я просто тупой. И вторая субъективная причина, и она тоже, кстати, визуальная, это тайлсеты. Мне очень нравится Дворф Фортресс в том визуале, в котором нам она уже подаётся, то есть куча мелких пиктограмм разного цвета бегают по экрану, а когда ты в них всматриваешься, ты видишь, как красиво растут деревья, как там очень естественно располагаются тайлы травы, ты можешь посмотреть, как прикольно бежит река и так далее. Мне это очень нравится, очень завораживает меня. А если поставить какой-нибудь ещё красивый ASCII тайлсет, так, размеры 15х15, или 16х16, а может быть даже 20х20, и немножечко смягчить палитру, то получается вообще гиперсекс. И как раз здесь я столкнулся с определённой проблемой. Мне очень нравится шрифт из оригинального жабного тайлсета, который очень маленького размера, если перевести его именно в квадратный, стандартного 800-600, то у нас получается то ли 10х10, то ли 12х12, то ли 12х14, ну не суть, не помню, короче. И на мой взгляд, лучшего шрифта для этой игры не придумать. Он пиксельный, он не выбивается из общего стиля, но при этом он ещё читаемый и приятный на вид. И размер в изначальном формате, я считаю, у него просто идеален. В отличие от размера самих тайлов. Они для меня мелковаты. У меня и так не то, чтобы идеальное зрение, а на маленьких тайлах дело вообще кошмар. Я ничего не вижу, и мне ничего не понятно. Но да, конечно, это очень красиво, круто, великолепно, божественно, но непонятно. Окей, решаемо, казалось бы. Давайте сохраним оригинальные тайлы, и просто возьмём чуть больший размер. Так, ну шрифт, конечно, большеват, но я думаю, ладно, погнали, там будет видно. Надеюсь, всё будет окей, сейчас более-менее. Мать честная. Замечательно. Просто роскошно. Ещё больше нельзя было сделать, да? О, ну конечно, да, круто, без менюшки играть, наверное, будет. Так, а если... О, во, идеально. Вот так, короче, оставим. Шик. Короче, плохо всё. Но ладно, я, наверное, кое-что ещё сейчас попробую. Знаю кое-какую приколюшечку замечательную, и, возможно, она будет нам подходить гораздо-гораздо больше, чем вся эта замечательная урода. Нет, ну в таком виде оно, конечно, нравится. Мне всё гораздо больше, потому что сразу всю крепость видно, сразу всё очень красиво, но для меня это слишком мелко. Ну вот реально, я не смогу здесь ориентироваться просто. Конечно, можно сейчас попробовать немножечко увеличить масштаб и получить то же, что и в прошлый раз. По-моему, я столкнулся с очень неприятной дилеммой. И самому мне, надо сказать, тоже очень неприятно. Короче, я, наверное, в поисках ответа на вопрос, можно ли как-то совместить нормальный размер шрифта с нормальным размером тайлов, мучился где-то неделю. Но ничего внятного так, в принципе, и не нашёл. Да, лезий ньюпак во вкладке с графикой на детальной настройке как бы имеет разбивку на фонд и графикс фонд, что, казалось бы, и должно отделять тайлы от шрифта и давать возможность использовать мелкий шрифт с большим тайлсетом, но оно не работает. И, кстати, не только у меня не работает. На... Ох, сука. Дв... 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 Короче, сука. На борте для игроков в Двор Фортресс я даже нашёл чувачка, который делал свой тайлсет. Кстати, я для решения свои проблемы тоже сделал один экспериментальный, но он говно. И этот парень предложил мне пару новых решений, ни одно из которых не сработало. И заодно я убедился в том, что у него тоже вот этот прикол с фонд и график с фонд не работает. В общем, ничего не помогло, а график паков с подходящей для меня чисто аске эстетикой без всяких там новопридуманных художественных свистоперделок я так и не нашёл. Есть, конечно, CLA, но на мой взгляд он достаточно вырвиглазный относительно того, что я хотел бы видеть сам. Но ввиду отсутствия альтернатив я использую пока что его. Если кто-то из смотрящих это видео на данный момент в курсе, что можно сделать и можно ли сделать хоть что-то для решения этого вопроса, вы мне дайте знать, я уже очень признателен. Ну, как-то так, короче. Это всё, что мне пока пришло в голову и всё, что я смог вспомнить из того, почему я пока что подчёркиваю пока что совсем перестал гонять мохнатых бородатых по экрану. Ну и не только. Вот, а времени снова сесть в игру и при этом снова опять надолго и основательно, чтобы разобрать всё до мелочей и выделить там каждый пунктик, почему я сейчас не хочу и не могу в неё играть. У меня просто нет на это времени. А какое, собственно, ребятки, у вас оправдание, чтобы не играть в Дворф Фортресс? Не, мне реально интересно просто. Что дальше и когда дальше, я не в курсе. Я пока что исчерпал темы для бесед с вами в том плане, что Санлас Си я пока не могу отснять нормально, хотя я уже немножко более-менее привёл в чувство свой компьютер, но пока это всё не складывается всё равно. А другой, один очень крупный, серьёзный и, наверное, даже очень крутой проект. Он ещё в сильно зачаточном состоянии и у меня есть определённая боязнь, что он, возможно, из этого состояния никогда не выйдет, поэтому, ну, не буду пока что им делиться с вами. Вот. Я, конечно, вам могу повонять на Shadow of War, поскольку я, наверное, имею на то право. я потратил на это дело пять тысяч сука, российских рублей. Я наиграл там ещё порядка шестидесяти часов и, наверное, бы ещё наиграл, но мне просто некогда было и вообще не до того, и комп был ещё сломан. Короче, не сложилось, опять же. Вот, и несмотря на то, что я в целом игрой остался доволен, и лутбоксы мне не мешают, и солнышко блестит, и оптимизация на уровне, претензий к этой игре у меня всё равно хоть отбавляй, и я уверен, что цена ей за полное издание не нарубленное на DLC ну никак не может быть пять тысяч российских рублей. Ну просто не может Shadow of War стоить столько. Вот. И, пожалуй, на сегодня всё, мои дорогие друзья, и не только. Спасибо вам всем за внимание, если хотите, вы можете подписаться, если вам понравилось, вы можете воткнуть мне лайк, ну и всё такое. С вами был Грязный Дварф, До новых встреч и с Новым Годом!